Друзья, вы меня часто спрашиваете, где можно продать ваши находки. Так вот, на аукционе Виолити вы можете получить экспертную оценку, выгодно продать вашу находку, а также выполнить вашу коллекцию интересными экземплярами. Ссылочка будет в описании к видео. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Михаил. В данном видеосюжете я хотел показать вам очень интересное ополнение своей нумизматической коллекции. Это советская монетка, полкопейки, 1925 года. Монетка очень красивая, в изумительном состоянии, в ярком блеске, с красивой красной патиной. Что могу вам о ней рассказать? Особо углубляться в ее характеристики мы не будем, поскольку они полностью повторяют характеристики царских монет этого номинала. Монетка очкайна из меди. Очень немногие советские монеты очкайна из меди. То есть это, по сути, монеты 2004 года. Одна, две, три и пять копеек. Также монетки 2025 года, полкопейки. Одна, две копейки, которые являются очень редкими. Ну и также вот последующие монеты этого номинала, монеты 1927 и 1928 года. Стоит отметить, что монета данного очень необычного номинала для многих из вас чеканилась всего три года. 1925, 1927 и 1928 год. Ну я имею ввиду в Советском Союзе. Ранее, конечно, чеканились в Российской империи монеты. И одна, вторая копейки, и одна чертая копейки. Вот, поэтому такая вот интересная монетка, интересный номинал. По дизайну особо чего-то интересного рассказать о ней не могу. В принципе, указан номинал. Год чеканки. Также вот СССР, пролетарии всех стран. Соединяйтесь. Ну и, по сути, ничего особенного в плане дизайна эта монета собой не представляет. Вот, касаемо ее редкости, как я и сказал, монеты данного номинала чеканились в 1925, 1927, 1927 годах. И вот монет 1925 года считается среди них самым встречаемым. Но даже 1925 год в таком состоянии найти крайне-крайне проблематично. Я не говорю уже про 1928 год, который и в обычном состоянии является крайне редким. Вот, такая монета, ну, на украинских аукционах всплывала просто считанные разы. Потому что, если вы сейчас посмотрите все предложения на аукционах, Виолити, Нью Аукцион, то все монеты там реально капонина. Даже вы не найдете достойные монеты хотя бы в состоянии экстра файн. То есть, все, все идет как капонина, там по 80, по 100 гривен. Но, друзья, капонина никак не сравнится с монетой вот такого состояния, без обращения. Это, безусловно, uncirculated. И, конечно, такая монета является украшением любой коллекции. Ее сложно достать. И именно вот такие вот редкие экземпляры делают вашу коллекцию особенной. Поэтому мне не жалко было заплатить за нее 700 гривен. Это был аукцион. И как только я увидел данный лот на Виолите, сразу я решил для себя, что я за эту монету поборюсь. И вот удалось выиграть этот аукцион. На самом деле, я считаю, что это даже очень хорошая цена. Да, возможно, многим так не покажется. Но, друзья, были проходы и гораздо выше на монеты в идеальном состоянии. То есть, такая монета вполне может стоить до 50 долларов. Вполне, вполне в таком состоянии. Если же мы говорим о копанных монетах, то я уже сказал, где-то 80, 100. Ну, если прям супер какой-то классный рельеф, то 150 гривен. Если монета в состоянии Extra Fine, какой-то уже более-менее такая хорошая кабинетная монетка, то где-то 300-400 гривен. Ну, и более 1000 гривен может стоить монета в состоянии Uncirculated, в штемпельном блеске. Кстати, хотел бы отметить ее красивую красную патину по Шелдону. Это обозначение RB. То есть, красная патина, она ценится куда выше, чем коричневая патина, браун на монетах, именно медных. Поэтому такое явление тоже очень красивое и прибавляет монетки в цене. Вот, друзья, вот такой вот рассказ о моем пополнении, пополнении моей коллекции. Пишите ваше мнение об этой монетке, понравилось, не понравилось. Пишите о ваших пополнениях коллекции, мне будет интересно почитать. На этом я с вами прощаюсь, друзья. Всем удачи и всем пока. До новых видео.